Цитокины Действующие на практически все физиологические процессы в организме И вот мы увидим, что очень многие цитокины не иммунотропные, если можно так выразиться, тоже имеют значение Ну, мы знаем, что существует теория иммуноредактирования опухолей, которая уже несколько лет принята И суть этой теории заключается в том, что на каком-то этапе трансформированные клетки контролируются иммунной системой И может быть элиминация опухоли на ранних стадиях ее развития Но затем наступает зыбкое равновесие, а далее опухоль в результате использования механизмов подавления иммунного надзора И с использованием различных регуляторных факторов, в том числе цитокинов Ускользает от иммунной системы, развивается, метастазирует и приводит к гибели организма И вот какие же клетки и регуляторные факторы участвуют в этом процессе Ну, оказалось, что, конечно, цитокины являются существенной составной частью микроокружения опухоли И мы здесь видим слева зеленым цветом показаны клетки, ответственные за подавление роста опухоли В основном это, конечно, CD4 и CD8 положительные Т-лимфоциты, НК-клетки, М1-макрофаги, Н1-нейтрофилы Эти клетки продуцируют такие цитокины, как интерферон-альфа, интерферон-гамма, факторы некрозоопухоли Интерликин-12, ну и некоторые другие И эти факторы вызывают апоптоз опухолевых клеток, цитотоксичность противоопухолевую Подавление роста и элиминации опухоли Но посмотрите на правую часть слайда И здесь показаны клетки, ответственные за стимуляцию роста опухоли В первую очередь это миелоидные супрессорные клетки, Т-регуляторные лимфоциты, М2-макрофаги, Н2-нейтрофилы Которые могут продуцировать следующие цитокины Интерликин-10, трансформирующий ростовой фактор бета Различные ростовые факторы, эпидермальный фактор роста фибробластов Тот же фактор некрозоопухоли и интерликин-6 И вот видите, здесь фактор некрозоопухоли и с левой части картинки, и с правой То есть он может обладать разным действием в зависимости от ситуации И что делают эти цитокины? Они вызывают иммуносупрессию, блока паптоза, пролиферацию опухолевых клеток Рост новых сосудов и инвазивный рост и метастазирование уже непосредственно опухоли И вот на примере фактора некрозоопухоли стало ясно, что цитокины могут выполнять и ту, и другую функцию И защищать, и быть факторами прогрессии опухолей И вот продукция цитокинов может действительно быть фактором прогрессии опухолей Потому что это факторы роста для пролиферации опухолевых клеток Факторы ремоделирования окружающих тканей для инвазивного роста Цитокины являются ангиогенными и хемотактическими факторами для роста новых питающих тканей опухоли сосудов И они могут блокировать действия иммунной системы Хотя в других случаях ее стимулируют Что мы видим на примере некоторых семей цитокинов Семейство энтралекин-1, где сейчас уже известно более 10 факторов Энтралекин-1-бета и рецепторный антагонист Вот эта пара, которая регулирует воспаление И если энтралекин-1-бета взаимодействует со своими рецепторами Он активирует МАЙДИ-88, АРЭК, НФКПБ Запускает экспрессию провоспалительных генов И мы видим сдвиг равновесия на этих весах Как бы сдвиг в сторону прогрессии опухолей А вот другие члены семейства энтралекина-1 Энтралекин-36-альфа, бета, гамма Они взаимодействуют со своими клеточными рецепторами На других клетках И могут тоже через систему МАПКИНАС, НФКПБ Запускать провоспалительные гены Но которые в этих клетках будут стимулировать продукцию энтроферона гамма Снижать иммуносупрессию Привлекать иммунные клетки, которые могут бороться с опухолей И таким образом равновесие сдвигается в сторону защиты от опухолевого роста И вот это очень важно То есть рецепторы на разных клетках Практически схожие факторы Но в зависимости от экспрессии рецепторов От конкретного микроокружения Действие может быть разное То же самое мы видим на примере химокинов Отдельное подсемейство в системе цитокинов И вот здесь, посмотрите Показан сосуд и клетки Которые имеют рецепторы для различных химокинов Это ТХЛПР-17, незрелые дендритные клетки ТХЛПР-1, цитотоксические клетки, НК клетки, моноциты И они привлекаются за счет рецепторов химокинов Которые здесь показаны И они могут обладать способностью подавлять опухолевый рост То есть в данном случае данные химокины Способствуют борьбе с опухолью Но посмотрите на другие химокины Другие клетки Это вот уже иммуносупрессорные клетки Которые относятся к гранулоцитам, моноцитам Терегуляторные клетки ТХЛПР-22, плазмоцидные дендритные клетки Тоже химокиновые рецепторы Но привлечение этих клеток химокинами Приводит наоборот Вы видите внизу к блокаде различных иммунных клеток Борющихся с опухолью И таким образом это приводит к прогрессии опухоли Таким образом и тут мы тоже видим Двоякие варианты действия клеток Ну и действительно сейчас ингибиторы Рецепторов химокинов Очень активно используются в терапии рака Ну подробно не буду останавливаться Просто эта картинка показывает Что очень многие виды рака Вот они все тут по кругу перечислены Могут лечиться с использованием Такого вот подхода Блок рецепторов химокинов И мы видели на следующем слайде Какой это механизм За счет чего это происходит Участие цитокинов в прогрессии рака легкого Опять же мы видим микроокружение Вот слева опухоли Различные клетки И много очень ростовых факторов Которые вот первый столбик Стимулируют рост опухоли Они вот перечислены в этом прямоугольнике Это и различные провоспалительные цитокины Интролекин-6, интролекин-1-альфа Иммунорегуляторные трансформирующие ростовой фактор И химокина, интролекин-8 И вот два внизу еще химокина Из семейств CXC и CC Семейств химокинов Следующий прямоугольник Это факторы, стимулирующие метастазирование И далее ангиогенез То есть, как мы и раньше видели Масса факторов микроокружения опухоли Которые относятся к системе цитокинов Могут способствовать прогрессии опухолей Ну, как же лечить все-таки? Можно ли, несмотря на это, использовать цитокины В лечении рака Действительно, сейчас есть некоторые подходы Ну, можно их разделить на три основных подхода Это активация противоопухолевого иммунитета И здесь используются цитокины Интерферон-альфа, интерлекин-2, интерлекин-15 Ну, в основном для иммунозависимых опухолей Второй подход Это конструирование противораковых вакцин Где используются гранустарные колонии Стимулирующие факторы Интерлекин-1, интерлекин-4 И, наконец, профилактика и коррекция Токсической лейкопении Вызванные применением цитокинов и радиотерапии Это различные колонии Стимулирующие факторы И интерлекин-1 То есть, все-таки есть подходы Которые используют цитокины Как лечебные препараты Ну, и вот здесь показана активация НК-клеток цитокинами при раке Действительно, посмотрите Сколько рецепторов различных для цитокинов Несет НК-клетка Это и рецепторы для первого типа интерферона Ну, в первую очередь, интерферон-альфа И действие – это активация цитотоксичности НК-клеток Это рецепторы для интерлекина-2, 15 и 21 Ну, вот это вот рецепторный комплекс интерлекина-2 Так называемый, состоящий из трех субъединиц Рецепторы для интерлекина-12 Рецепторы для интерлекина-18 Это цитокины, в основном активирующие Т-хелперы первого типа И внизу уже в ядре показаны сигнальные пути В ядре какие используются участки связывания И что запускается И как активируется НК-клетка То есть, действительно, это говорит о том Что очень многие цитокины могут стимулировать цитотоксичность НК-клеток Ну, и вот адаптивная иммунотерапия рака С использованием лимфоцитов, активированных интерлекином-2 Это то, что Стивен Розенберг разработал еще давно Но вот последние его обзоры 2013 года Собственно, здесь уже используются не просто активированные клетки А туморинфильтрирующие лимфоциты Которые выделены непосредственно из опухолевого очага Они размножаются с использованием интерлекина-2 в культуре И вводятся обратно больному Сами и с применением еще дополнительно интерлекина-2 То же самое С помощью интерлекина-2 Можно размножать Т-клетки С геномодифицированными химерными антигенными рецепторами Вот то, что мы знаем под названием CAR-Т-лимфоциты Здесь тоже может быть использован интерлекина-2 Ну и вот сейчас Т-лимфоциты с химерными рецепторами Широко используются в борьбе с опухолями И оказалось, что существует такая проблема Как синдром выброса цитокинов при использовании этих клеток И там в основном интерлекин-1 и в какой-то степени интерлекин-6 имеют значение Что делать, какие решения И вот два года назад опубликована работа Что действительно все это можно подавить Блокируя интерлекин-1 И сейчас некоторые CAR-Т-клетки разрабатываются Которые способны конститутивно продуцировать Рецепторный антагонист интерлекина-1 Который специфически взаимодействует с рецепторами интерлекина-1 И специфически блокирует его действия И вот это позволяет предотвратить Вот этот вот синдром выброса цитокинов Ну, заключая в целом, хотелось бы сказать В чем же преимущество лечебного применения цитокинов в борьбе с раком Это применение рекомбинатных препаратов Идентичных эндогенным цитокинам Полностью охарактеризованный механизм действия Что очень важно для современной иммунофармакологии В целом фармакологии Возможность сочетания с химиотерапией и радиотерапией И высокая эффективность лечения по сравнению с традиционными методами И это все-таки дает шанс использовать цитокины в терапии Хотя, конечно, мы должны помнить Что некоторые из этих факторов Могут иметь значение и в прогрессии опухолей И вот понимание такой двойственной роли цитокинов Дает возможность более целенаправленно и эффективно Их использовать в качестве лечебных факторов Благодарю за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...